Здесь вы видите схему вязания нашего изделия ТОПа. Ширина представляет собой окружные груди, ширина спины, ширина переда, все остальное уходит в пройму. Вот такие мерки. Снимаются они стандартным способом. И здесь еще несколько нюансов. Во-первых, что касается переда. Перед вы видите шире, чем спина. И такая особенность должна быть на любом изделии. Одинаковый перед и спинку делать не стоит. Еще раз повторю, потому что будет очень большая присборка по верхней части. Это некрасиво. У переда, кроме того, что есть такая грудка, по краю присутствует планка. И эта планка тоже занимает место. Поэтому если мы вывяжем перед в таком размере 49 см, планка просто физически не поместится, не встанет на свое место. Поэтому убираем ширину планки с обеих сторон. Это обязательно. То есть ширина планки, у меня это 5 см. Минус 5 см и минус 5 см. И тогда после этого выкройка считается уже полноценной. И будет она занимать такое место. Планка, ширина планки на ваше усмотрение. Само изделие вы видели. И понимаете, что может быть уже, может быть шире. Как вам понравится. Но, по-моему, 5 см это оптимально. В том плане, что при изгибании, а изгиб у нас присутствует по спине довольно ощутимый, более широкая планка может не лечь так мягко. А более узкая может не держать полотно. Поэтому, несмотря на размер изделия, я бы рекомендовала выполнять планку именно 5 см. Как распределить по полотну вот эти 28 см и 39 см? Получается 39 см. Очень просто. 108, минус 30, так, 108, минус 39 и минус 28, 41 см. То есть 41 см раскидываем между передом и спинкой. 41 делить на 2, 20,5. То есть вот здесь вот у нас 20,5 от точки до точки. И по краям. На самом деле можно делать выкройку от края. И как пойдет, можно пополам поделить. 20,5 это 10 и 10,5. Пожалуйста. Вот в данном месте не сильно важно, где мы будем делать шов, потому что он у нас уходит в бок и будет выполняться горизонтальным трикотажным швом. То есть его будет практически не видно после влажно-тепловой обработки. Длина изделия есть. Вяжем изделие поперечным вязанием. Начинаем с открытых петель. Открытые петли у нас идут по всем краям. И заканчиваем тоже открытыми петлями. Зашиваем полотно, готовое. Шило край. Ну вот он шов. Он еле угадывается до первой стирки, что называется. И получается широкий перед, узкая спинка. Плюс к этому планка. Пока не надели на модель наше изделие, я могу с одного края подколоть планку уже к изделию. Мы ее соединим, чтобы было удобнее примерять наше изделие. Подкалываем со второй стороны. Вот эти излишки мы распустим и подошвем открытые петли к пройме. И дальше мы выполняем самое главное, при посадку полотна. Вот как у меня легла деталь, вот так я ее и буду присоединять. Прямо по убросовой нити присоединяю к изделию. И смотрю, до какого места у меня ровненько лежит мое полотно. Вот до точки, примерно здесь. А дальше требуется при посадке. То есть на глаз заранее определить, в какой точке будет при посадке. Невозможно это делаться просто только на фигуре. Подкалывали. И вот эту часть я просто при соединении при посажу. Типа выточка получается, а-ля выточка вот такая. Здесь все пришивается, как лежит. Видите, от точки до точки. И то же самое мы выполняем со второй стороны. Все, с передом разобрались. Теперь спинка. Со спинкой мы поступаем точно так же. Определяемся с точками, где у нас спинка ложится. Видите, спинка сама является как полукругом. Она прекрасно ложится. Если ее сделать длиннее, то есть вот спинка будет длиннее, она уйдет вперед, либо она создаст нам мешок. Поэтому ни то, ни другое не является для нас правильным и интересным. Поэтому мы прикалываем спинку так, чтобы нам нравилось, как она лежит. Совершенно симметрично делаем это со второй стороны. И вот эти детали мы равномерно припосадим одна с другой. Что касается проймы. Видите, что несмотря на то, что мы делали все очень узко и по конкретным меркам, все равно пройма немножко подвисает. Мы ее подтянем. И я прямо сейчас могу определить, по какому размеру я буду ее припосаживать. Подкололи здесь. Упсти руки. И подкололи здесь. Мне нужно, чтобы было натяжение. Я смотрю, сколько полотна мне нужно присобрать. Тут два варианта. Либо при таком вот варианте, как мы вязали, перед и спинка одинаковые, тогда у нас будет хороший перехлест по шее. То есть одна деталь будет держать и перед и спинку. Если спинка будет короче, она может перетягивать планку вниз. Не факт, что будет хорошо сидеть. Если спинка будет длиннее, она ляжет вперед. Сильно много надо будет припосаживать. Поэтому оптимально, когда перед и спина одного размера, одной длины. Но небольшая припосадка при исполнении планки выровняет этот недостаток. Начинаем соединить со спинки. Главное не ошибитесь, где спинка, где перед, чтобы не соединить ни ту части. Так, спинка у нас поменьше. И четко по меткам. От точки до точки надеваем за протяжки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Надели. Берем рабочую нить, синюю. И делаем соединение. И теперь, для того, чтобы выполнить отделку по спинке и по пройме, мне нужно сделать образец. Потому что данная отделка может сильно растягиваться. Если мы ее не рассчитаем, то можно ошибиться. И вместо того, чтобы делать припосадку, мы наоборот растянем край. Провязала 5 рядов, сделала набор, провязала 5 рядов на 30 игл. Теперь делаю тот край, который я хочу получить. То есть я убираю иглы через одну на соседнюю иглу. Делаю простой зубчатый подгиб. Выполнили. Ставим все иглы в рабочее положение. Провязываем еще 5 рядов. Выполняем подгиб. Провязали планочку. Беру полотно и надеваю лицом к себе. Часть спинки и пройма. Пройма у меня большая. Надо учитывать, что белая планка занимает часть вот этого большой проймы. Получается совсем немного. Так надеваем. Делаю равномерную припосадку. Как закрываю? Поскольку видите, лицевой стороной ко мне находится полотно. Беру петля. Рабочая, воздушная. Петля рабочая, воздушная. Очень получается интересный способ. Для того, чтобы полотно не слетело, можно взять его, закрепить. Я беру скрепку, продеваю через вязание и через колок. На иглу, на колок и вязание. Все, не слетит. Уже держится. Рабочая, так, не рабочая, а планка. Планка у меня втыкается как раз вот в эту пройму. Вот она. Вот то, что она у меня идет по переду и втыкается в пройму. Сейчас вместе с планочкой отделочной мы ее соединим одним швом. Поэтому самое главное, перед тем, как вы будете соединять, не потеряйте вот этот вот момент. То есть вот можно ее даже подколоть было бы и не забыть. Видите, вот она в пройму втыкается. По прямой с бросовой нити снимаю бросовую нить. Вот резинка у меня является исключением. Резинку мне тяжело с бросовой нити надевать, несмотря на катушечную. Оно вместе тыкуется плохо. Поэтому убираю резинку, катушку убираю, бросовую. Самое главное не натянуть. Еще раз примерили, что вот так вот она будет ложиться. И начинаем прямо от края планки по две петли надевать на каждую углу. Есть ли у вас резинка? Если у вас планка, вы надеваете по какому-то другому принципу. У меня резиночка. И она в таком вот виде, в спокойном, и будет закреплена. После того, как наденем, продолжим вот этой же петлей, единым швом закрывать наши петли. Соединили. Идеальное соединение. Вот эти части, где мы закончили, видите, планочка аккуратно этим же хвостиком подшивается. С одной стороны. Здесь все и так хорошо. Со второй стороны затянули, аккуратненько подшили. С одной стороны, когда закончили вторую деталь, с второй стороны. После примерки, убедившись, что нас все устраивает, убираем бросовые нити. Очень мне вот это вот нравится. Вытянули нить. Все отвалилось само. Ничего не надо резать, ничего не надо каким-то образом вырезать ножницами. И вот он, внешний шов. Идеальный, идеальный шов. Вот он. Убираем бросовую со спинки. Изнутри соединение очень аккуратно получается. И снаружи. Все. Здорово. Вот эти вот хвостики соединяем. Соединить можно иглой, соединить можно крючком. Вот так. Ничего не перепутать, чтобы до краешек. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть вытягиваю все внутрь, зашиваю, завязываю. Все идеально, ровно, просто и аккуратно. Продолжение следует... Здесь хвостики можно убирать куда угодно. У меня шов не грубый, но он позволяет спрятать все, что мы хотим убрать с глаз. С одной стороны, в одну сторону убираю хвосты одного цвета. В другую сторону хвостик второго цвета. Соединение. Все. Когда мы надеваем, подтягиваются соединения и получается идеальное изделие. Заканчивайте убирать брусовые нити, соединяйте все, что осталось и идем примерять, что у нас получилось. После зашивания на спинке, возможно, морщины небольшие, ничего страшного, потому что сейчас отпаривается полотно. Еще лучше постирать. И когда мы надеваем топ на себя, он растягивается и морщинки уходят. И при этом пройма отлично держится. Продолжение следует.